Все у вас? Так, слово для выступления в субботновениях предоставляется потерпевшему. Прошу, потерпевшие. Спасибо, уважаемый суд. Уважаемые присяженные, уважаемый суд, представьте, пожалуйста, семью, которая пережила множество сложных жизненных ситуаций, которая долгие годы работала, чтобы обеспечить свое будущее, будущее своих детей, и позволить им образование и лучшую жизнь. Семья, в которой разговаривают друг с другом и совместно решают вопросы и проблемы, и крепко держась друг за друга, проходят все невзгоды. В такой обычной казахской семье росла Салта. Она была нашей маленькой принцессой. Мы с ней не всегда были лучшими друзьями. К такому уровню доверительных отношений мы пришли с годами через общение, доверие и поддержку друг друга. Но между нами всегда была невидимая ниточка, которую она связывала. И что бы ни происходило, и где бы мы ни были, мы всегда друг друга поддерживали и помогали друг другу. Мы всегда обсуждали будущее родителей, друзей, личные эмоции, работу и в целом всю жизнь без каких-либо исключений. В будущем Салта больше всего мечтала стать мамой. Она присутствовала на всех праздниках детских, которые были в нашей семье, которые были у ее подруг. Всегда проводила много времени, уделяла отдельное внимание детям и подаркам, и времени, которые она с ними проводила. Ее крестные до сих пор отправляют ей голосовые сообщения и до сих пор ей звонят видеозвонками. Они знают, что произошло, но все равно надеются, что она их услышит и ответит. В этом году моим родителям исполняется 60 лет обоим. Мы с Алтой обсуждали, как бы мы хотели их поздравить. Какой бы подарок мы хотели им подарить. И планировали подарить нам все вместе семейную поездку. Все вместе в четвером съездить и отдохнуть. Потому что как-то так получалось, что всегда именно вместе в четвером куда-то за рубеж съездить у нас не получалось. Мы прям очень этого хотели. Хотели создать новые воспоминания, которых весь мир уже видел, что у нас очень много теплых фотографий, моментов. Это потому что мы их создавали. Мы находили время, создавали время, создавали возможность, чтобы провести это время вместе и запомнить это время, как самое дорогое. Для нас это время навсегда будет самым ценным. Мы всегда говорили, смеялись, принимали совместные жизненные важные решения, куда поступать, чем заниматься в этой жизни. В этом году маме с папой исполняется 60, а в Салтине всегда останется 31. Это, наверное, для кого-то прозвучит странно, но у нас в Салтна даже друзья общие, очень большое количество. Это люди, с которыми мы дружили с самого детства, и которые до сих пор поддерживают, помогают нам. При этом некоторые из них буквально будто бы осиротели без Салты. У них внутри боль, которую они сдерживают рядом с нами, чтобы нас не травмировать. Они не плачут перед нами, стараются держаться, заботиться о наших чувствах. Настоящие друзья, которые не бросают в беде, не в горе, чьи даже после смерти. Их любовь не заканчивается. Мы с Салтой обсуждали ее работу, ее отношение к работе. Это было ее любимое дело. И она вкладывала в эту душу и очень много времени. После конституции она приходила и рассказывала истории, спрашивала совета, как помочь. И понимала, насколько нам, семье, повезло. Она это поняла первое в нашей семье, наверное, видя разные истории и помогая девушкам. Нам повезло в этой жизни иметь замечательных родителей, большую дружную семью, друзей, которые рядом с нами. И в целом все наше окружение, которое собиралось годами. Это люди, которые разделяют наши ценности, наши взгляды. В своей работе Салтнат помогала девушкам, оказавшимся в беде, зачастую бесплатно даже. Находила для них время и поддерживала их даже после консультации. Она погружалась в их проблемы и старалась им помочь, давать советы, давать какие-то техники, психологические тренинги и прочие вещи, чтобы они могли продержаться в самое тяжелое свое время. Она мечтала, уже в октябре 23-го года, она мечтала открыть школу астрологии для того, чтобы обучать девушек, и чтобы у них была возможность зарабатывать себе на жизнь и строить свою жизнь. Быть успешными, заботиться о себе, о своих детях и иметь лучшее будущее. И у Салты были планы и были мечты на будущее. Мы часто говорили о будущем и о нашем предназначении, о том, как бы хотелось много всего сделать в этой жизни. Мои какие-то мечты о будущем, о старости, они были довольно простые и тривиальные на самом деле. То есть это просто спокойная старость в окружении родных и близких. Но у Салтнат была другая позиция. Конечно, для нее самое дорогое и самое большое желание было завести детей, своих детей. Но она также хотела помогать людям через тренинги. Она не тратила лишние деньги какие-то, копила, чтобы поехать на какие-то курсы. Например, она была поклонницей Джо Диспенса, которая с научной точки зрения объясняет, как сознание влияет на реальность, как можно именно с научной точки зрения выстраивать свою жизнь, свое окружение и свою судьбу. Именно так она помогала девушкам на консультациях. Прогнозы астрологические, это одно там, был целый спектр знаний, которые она передавала. Мы с Салтой, как и все люди, никогда не были совершенными или белыми и пушистыми. Но мы стараемся прожить свою жизнь так, чтобы каждый следующий день мы узнавали что-то новое, развивались и становились лучше, чем вчера. Мы всегда жили по совести. Мы считали, что и считаем, что духовный рост идет через помощь другим людям. И сто процентов знали, что материальная часть жизни, она очень изменчива. Сегодня что-то есть, завтра нет. Но самое главное, мы всегда знали, что своим честным трудом, своей старательностью, целеустремленностью мы всегда можем добиться того, чего мы желаем. Мы жили своей жизнью. И никто из нас не ожидал, что подобный ужас может случиться. И это уже длится полгода. Полгода оскорения памяти Салты. Ложи, информационных атак. С самого 11 ноября, в тот день, когда я ложил сестренку в могилу, уже начали выходить новости, какая она, мягко говоря, непорядочная женщина, алкоголичка и все прочее. Эти атаки начались с первого дня, еще до похорон даже всех. И все эти полгода у нас нет возможности даже горевать, потому что мы находимся в постоянном состоянии борьбы. Борьбы за правду, за справедливость. Кроме нас никто за нее сейчас не постоит, и она за себя уже не может постоять. Эта борьба забрала у нас уже так много. Вся наша жизнь была рассмотрена под лупой. Было опубликовано множество лживых статей. И на каждую лживую статью мы дали опровержение с доказательствами. В те первые дни, когда мы только с папой приехали домой, мама у меня спросила, нам нужен будет теперь адвокат? Наверное, мой ответ был абсолютно глупый, потому что нет, здесь же все очевидно. Мне казалось, что все очевидно, и даже адвокаты здесь нужны. Все абсолютно очевидно. Конечно, это было ошибочное мнение мое. В реальности и все, что произошло далее, привело нас к тому, что у нас сейчас четыре замечательных адвоката, которые бьются за нас, бьются за Салтанат в первую очередь. Мы им благодарны за всю их работу. В рамках суда вы видите, что ложь – это орудие преступника. И его окружение. Здесь мы собрались, чтобы совместно определить истинную правду того, что произошло 8-9 ноября. В рамках главного судебного разбирательства вы видели всю научную и доказательную базу в первую очередь. И даже увидели своими глазами, как все это произошло на тех видео. Я не буду говорить о предыдущих деяниях преступников. Из уважения к суду. Но мы видим, как с первого дня, с первого слова, все, что делают подсудимые, это очерняет память Салтанат. Обвиняют Салтанат, меня, весь мир. У них все виноваты, кроме них. А они представляют себя невинными созданиями, глупыми. В данном судебном процессе мы с вами не юристы, не адвокаты, не судмедэксперты. Это не наша задача – знать законы и разбираться в деталях этого всего. От нас не требуются специальные знания, чтобы видеть жестокость. Для этого требуется просто сердце. Когда жестокость происходит, ты просто знаешь, что это плохо. Жестоко, подло и ужасно. И правда ужасает. И шокирует. Я, как и вы, как и, наверное, весь мир, не ожидали увидеть детали этого видео с телефоном подсудимого. И мне, и, мне кажется, вам, и всем остальным тяжело представить и понять, каким человеком нужно быть, чтобы совершить такое. Тяжело понять, как этот человек вообще принимает какие-то свои решения. Но опять-таки нам не обязательно понимать его. Он не такой человек. Он просто по-другому создан, устроен. Не нужно пытаться понять его. Для нас с вами это немысленный акт жестокости. Для него это был просто обычный четверг. 9 ноября для него обычный день, в котором он видит себя, как лучшего представителя человечества. И всех остальных, как инструменты служения ему и его целям. Именно поэтому вы не видите его слез, раскаяния, переживаний, боли, а только смех. Вот этот человек, который сидит вот сейчас, в данный момент, с закрытыми глазами, там, спит или что ему. Пофигу ему. Так, потерпевшие. Сняюсь. Неэтичные, не тактичные высказывания в зале суда недопустимы. Прошу. Он пытается представить себя перед вами праведником, мусульманином, чтущим традиции и каноны. При этом ему ничто не мешает пьяным, унижая достоинства других людей, которых он считает по социальному статусу ниже себя, недостойными, на матах с ними разговаривать. Это для нас с вами, любой другой человек, такой же человек, как и мы. Неважно, чем он занимается, какой у него социальный статус, либо род деятельности. Для него все остальные – это просто рабы, которые должны служить ему. Потому что он считается, наверное, просто божественным каким-то созданием. Он так привык, он так воспитан. Для него все рабы. Все должны ему служить. Это подтверждается и первой ссорой с Алтанатой, которую она мне рассказала в декабре. Тот первый раз, когда она заступилась за персонал ресторана БАУ. Когда он в уничижительном виде с ними разговаривал. все эти люди, которые работают на него – это просто расходный материал. Он не будет чтить мнение, уважать кого-то. Ему все равно на людей. Это все подтверждается его переплощением здесь, в зале суда. Как и вы в зале суда, изначально мы увидели образованного, умного, интеллигентного парня. Так же его в салто видела до брака. Вот это был абсолютно другой человек. Он жаловался, что прошел тяжелые испытания в этой жизни и что заслуживает за переживание и поддержки. И все эти испытания достались ему несправедливо. Мы сделали ошибку с своей стороны, мы ему поверили. Не повторяйте наши ошибки. Вы, по ходу судебного разбирательства, видели его настоящее ложивое лицо. Видели, как слетает маска, как он переобувается в воздухе. Например, момент, когда он увидел снятые им видео на собственном телефоне. Как он глагал, кричал, дергался, нервничал, давал разнообразные объяснения. То это не он, то это не его голос, то это наложили. Это все было прямо перед вами. Обратите внимание, как он меняется в лице, когда он разговаривает с судом. Как он меняется в лице, когда он разговаривает с своими защитниками, которых, очевидно, он даже не уважает. Как он меняется в лице, когда ему задают вопросы женщины, адвокаты женщины с нашей стороны. Такие люди, как он, понимают только силу. Мы требуем правосудия и справедливое наказание за салтанат. Но также мы никому не пожелаем оказаться на нашем месте и пройти наш путь. И хотим сделать все, чтобы уберечь людей от подобных ситуаций. И от этого чудовища, в частности. Сейчас возможность уберечь людей от него и от таких, как он, в ваших руках и в вашем решении. Он уже доказал, что выйдя на свободу, снова нарушит закон. Одну минуту, потерпевшие. В первой части судебных премий только о доказанности и недоказанности. По наказанию, по квалификации вопросы излагаются во второй части судебных премий. Прошу, потерпевшие. Держи. В следующий раз, если он выйдет на свободу, преступление может быть еще тяжелее. Его преступления растут в геометрической прогрессии. Даже представить страшно, что может быть следующим. Лично я, подсудимый, не вижу ничего человеческого. Не вижу в нем способности к состраданию и раскаянию. Я вижу его преступления и последствия его действий. Искренне верю, что вы видите его ложь так же, как и я. Что бы он тут далее не говорил, это не изменит того факта, что Салтанат жестоко была убита. И убийца сидит перед вами. Просто за стеклом. До обнаружения видео на телефоне, я принял мысль о том, что я не узнаю до конца, что произошло в ту ночь. И в голове мне казалось, что смерть Салтанат была быстрой. Я надеялся, что она не мучилась. Но видео с телефона убийцы, в которых вы видите пытки, унижения, доказывает обратное. Она мучилась. Уважаемые присяжные, вы видели видеозаписи эти, в отличие от всего мира? И знаете, что там происходило. Эти видеозаписи вновь и вновь воспроизводятся в моей голове. У меня эта картинка просто как на повторе. Как и материалы судебного дела, как и результаты скрытия. Как и те материалы, которые мы вам передали, которые, фото, видео, сделанные женщинами, которые омывали тело перед похоронами. Эти видео каждый день будто бы внутри убивают. И каждый день, когда это всплывает, каждый раз, когда это всплывает в голове, мне приходится переживать это тоже снова. Бывает мысль о том, с какой жестокостью он это все совершал, как он ее убивал. Подсудимый от нее требовал ответа. Именно того ответа, который даст ему и его больной голове право на убийство. Даст то, что он будет рассказывать и говорить всем вам, что совершила это преступление, что она его вынудила, что она это заслужила, что она его спровоцировала. Якобы она сама пришла и начала ему рассказывать, с кем она до этого встречалась. Унижала его своими сравнениями с бывшими мужчинами. На последнем ужасном видео вы слышите, как она сдалась. Это было то первое видео, которое судья поставила. Но я прошу вас, когда вы уйдете в зал совещательный, посмотрите это все дело, или хотя бы прослушайтесь, потому что смотреть это невозможно. Хотя бы прослушайте по порядку, по хронологии. Вы услышите, что она ему там и клянется, и все, что угодно говорит, лишь бы он ее не трогал. На одном из видео вы услышите и увидите, что солдат держит эту кровавенную рубашку и говорит ему, что это будет уликами. И также говорить ему, что за это ты будешь сидеть минимум 10 лет. И показывает снова и снова окровавленную рубашку. Как я лично думаю, что как раз-таки вот этот страх обнаружения публичной известности того, что произошло, избиение на тот момент, и страх того, что он может снова попасть в тюрьму за судейное, и привел его к осознанному решению об убийстве и попытке дальнейшем сокрытия. Салта ему говорила, что ничего не было с этим человеком, что мужчина, к которому вот этот, судя по всему, завидовал просто этому второму мужчине, чувствовал свою ущербность. Она клялась по его требованию мамой, Аллахом, будущим детьми, о которых она мечтала. Это цитаты из этого видео. И которые еще не родились дети. Отцом, всем своим здоровьем. Он даже потребовал поклясться маткой. В ответ она получала удар за ударом и оскорбление. Она говорила ему о том, что у нее болит голова. И просила остановиться хотя бы на две минуты, хотя бы сходить в туалет. Садиста, социопата, одержимого безосновательной ревностью, с больным воображением все эти мольбы и клятвы никак не остановили. На этих видео видно, как убийца получает удовольствие. От пыток и допроса. Это то, что мы с вами видели на этих видеозаписях. Но что было дальше? Изначально мы знали только жестокость и проявленный. В тамбуре первого этажа, где они стояли, разговаривали. И там уже была видна агрессия. Далее мы увидели записи с ресторана, со второго этажа, где мы видели нанесение побоев. И это уже было тоже ужасно. Уже даже вот эти кадры было тяжело смотреть. Там очевидна была жестокость этого человека. Далее, когда мы получили доступ к видеозаписям на телефоне, мы увидели прям абсолютно другой уровень ужаса и жестокости. И мы еще даже не знаем всего. Мы еще не знаем, что происходило дальше, как появилась эта рана на подбородке после этих видео. Даже то, что мы видели, и то, что сейчас подтверждает задейное, это еще даже не самый ужас. Он ее убил за то, что в отличие от всех остальных, она не боготворила его, а лишь жалела его, так как он сломленный и никчемный. И в руках была на тот момент вся власть и контроль над ситуацией. Он находился в своем заведении, у него был доступ к камерам. В паркинге стояла машина, на которой можно было незаметно вывезти тело. Это его территория. В его голове он там главный и владеет всем и всеми. У него ни разу не возникла мысль вызвать скорую или обратиться за помощью. Ему нужно было, чтобы она умерла. Судя по всему, он даже пытался ускорить ее смерть, пытаясь ее задушить. Далее ему нужно было решить вопрос, просто очередную проблему в очередной четверг, 9 ноября. Очень цинично, просто проблему решить. Убийца, сидящий за стеклом, не дурак, не безумный и не сумасшедший. Его действие – это не болезнь, и это не лечится. Он так живет, издевается, властвует, наслаждается своей жестокостью и властью, контролем над людьми. В этот день она хотела, но не смогла уйти от него, потому что он ее не отпустил. Пайжанов может вызывать у вас жалость, сочувствие. Я вас прошу не обманываться. Они вместе совершили преступление и отняли у меня сестру. Более того, они имитировали реанимацию холодного тела салтанат. Зная, что она мертва на тот момент уже, это просто издевательство над ней. Когда я слушал записи разговора диспетчера скорой, меня разбирало в первую очередь от злости, потому что они просто издевались над ее мертвым телом. Это не были попытки помочь. Мир нашей семьи изменился. Как изменился, наверное, мир и для всего Казахстана, и даже других государств. Боль, салты почувствовали люди со всего мира, с каждого конца края. Каждый казахстанец в тот день будто потерял родного человека. Эта боль будет с нами каждый день. До конца наших дней. И виновен в этом убийца и его помощник. У каждого из нас всего одна жизнь. Каждый из нас хочет прожить ее как можно дольше и счастливо, в здравии. У меня и у моих родителей забрали такую возможность. Забрали возможность быть счастливыми, забрали возможность быть здоровыми. Мы каждый день из последних сил боремся. Везде. Суд начался задолго до суда. Боремся за салту. Она была замечательной. Она была действительно просто хорошим человеком. И это подтвердило большое количество людей, которые ее знали. В том числе ее клиенты, которые сохранили голосовые записи и сейчас их опубликовали. Там слышно, какая салтана. Что она говорит. Она не заслужила подобного отношения. И она точно не заслужила смерти. И самое главное, она не хотела умирать. Она восемь часов боролась за жизнь. И далее даже вот само слово, как мы сегодня пояснили, агония означает борьба. Но в агонии и боли она лежала одна там, холодная и голая, в темной комнате. Но не сдавалась до последнего и старалась выжить. Она была борцом. Для того, чтобы ощущать справедливость, не нужно специального образования, не социального статуса и не нужно быть кем-то особенным. Мы все просто люди. Нужно быть просто человеком. Мы точно знаем, когда с нами поступают несправедливо. И сквозь все облако лжи, которое так тщательно убийцы и его сообщим пытались, в которые нас пытались не погрузить, я верю, что сердце обычного человека все равно точно знает правду. И не прошу вас жалости и сочувствия. Я вызываю к справедливости ради салтаната. Убийца и его помощник заслуживают самого строгого наказания. И только так восторживают справедливость. Они забрали всю жизнь у салтаната. Все ее года. Все ее будущее. Забрали часть жизни у родителей. Это гораздо больше, чем тот срок, который им грозит. Еще раз говорю. Вопросы на назначение доказания во второй части премии. Сейчас доказанность, недоказанность предъявленного обвинения. Хорошо. В тот день, 9 ноября, была убита не только салтаната. В этот день что-то умерло в родителях и во мне. Для нас, будто бы, жизнь не движется вперед. Своими мыслями мы до сих пор там салты 9 ноября. Мы не хотим, чтобы наступали новые дни, наступал Новый Год, чтобы время двигалось вперед. Ты что, в каждом этом дне, в будущем нет салты, нет надежды. Все это, конечно, эмоционально сложно. И я понимаю, что вы тоже не выбирали быть здесь, как и я не выбирал быть здесь. Мы все здесь оказались по вине одного человека. Я прошу вас о справедливости. Прошу вас почувствовать и понять и увидеть все доказательства. Я понимаю, что сложно на это все смотреть, сложно все это слушать, морально, психологически сложно. Я вас понимаю в этом плане. Но это нужно сделать для того, чтобы понять, что произошло в ту ночь и принять решение. Принимать решение вам. Спасибо.